Приветствую вас! Прочитал ваш вопрос и хотел бы на него ответить. Вы пишете, что вы в драке год, до этого вместе жили два года, всего вместе четыре года. То есть, получается, что год вы встречались, потом два года жили вместе, и, знаете, после этого год вы живёте в браке на занятии. Ну вот, пожалуй, знаете, когда вы пишете, что мне 27 лет, а мужил 30, да еще и с восклицательным знаком, то хочется вас сразу спросить, а вы какой смысл складываете в то, что употребляете знак? Восклицательный. То есть, какой в этом смысл именно с вашей позиции? Понимаете, да? О чем мне прячут? Меня интересует вот именно то, какая у вас, меня интересует то, какая у вас позиция в этом плане, потому что это важно, очень, очень важно. Вот. это значит то, что касается данного аспекта. Далее. Далее, что-то следующее. Вы говорите, что у вас стали портиться отношения, и не говорите о том, почему именно. Вот почему именно они у вас стали портиться вообще? Вообще. То есть, почему отношения у вас стали хуже? С чем это связано? Ну, на мой взгляд, именно об этом нужно в первую очередь с вами разговаривать, выяснять. Почему? Почему у вас стали портиться отношения? Да? Вот. Далее. Вы говорите, что, значит, он постоянно сидит в играх, онлайн, ага, психованный, раздраженный, отношения с его мамой плохие у него, непонятно, почему у вас волнует отношения с его мамой. То есть, ну, у него отношения могут быть как и угодно с его мамой, это его личное дело. И, понимаете, как бы момент здесь такой, что если вы видели, ну, видели или видите, значит, какие у него отношения с мамой, то по, значит, ну, распространенные достаточно теории можно говорить о том, что такие же отношения будут и, ээээ, такое же отношение у него будет и к вам. Вот. Я, на самом деле, не могу сказать, что это обязательно вот так, потому что, ну, я не соглашусь с данной позицией, да? Вот. Но, тем не менее, вопрос, всегда ли у него были отношения такие плохие с мамой или вот только, ну, только недавно это начало происходить и так далее. То есть, очень важно, чтобы вы вот этот вот момент постарались как-то вот для себя определить. Это важно. Это важно. Очень важно. Да? Хорошо. Дальше. Дальше. Дальше мы с вами идем. И, значит, вы говорите, что он сидит в онлайн-играх постоянно. Психованный и раздраженный. У этого определенно есть свои причины, да? У этого есть свои, как бы, обстоятельства. У того, что он, значит, психованный и раздраженный и так далее. Вот. Вот. И игры для него это то, от чего он бежит в своей жизни. Да? То есть, ну, вот, по крайней мере, по крайней мере, то, как это вот, ну, выглядит, выглядит. И вы не понимаете того, почему у мужчины такие проблемы. Откуда у него, во-первых, такие проблемы. И почему они у него, то есть, откуда они взяли, что их вызвало, что их спровоцировало, да? Вы не знаете. Вы не отдаете себе в этом отсюда. Значит, соответственно, с вашей мамой, как вы говорите, у него тоже проблемы. И здесь у меня уже главный вопрос. То есть, безусловно, понятно, что вам обидно, обидно, как он обращается с вашей мамой. Безусловно, вам это неприятно и это понятно, это нормально. Вот. Нормально, я думаю, что вам неприятно. Но постарайтесь, пожалуйста, понять такую вещь, что отношение его к вашей маме, да, это, скорее всего, проекция. Со своей мамой. И обидаться на этого человека только потому, что он плохо относится к вашей маме, на мой взгляд, ошибочно, опрометчиво, недальновидно и так далее. Почему? Потому что у мужчины явные проблемы. И его цехованность, его раздражительность прямо на это указывают. Я хочу, чтобы вы просто не воспринимали на свой счет и на счет мамы то, что, вот, собственно, он плохо к ней относится. Кроме того, все-таки, вот, по большому счету, надеюсь, вы меня сейчас поймете правильно, он не должен относиться хорошо к вашей маме, он должен относиться хорошо к вам. Потому что живет он не с вами, а, точнее, живет он с вами, а не с вашей мамой. Вот. Хотя и, безусловно, конечно, нужно уважать родителей ваших и так далее. Ну, я полагаю, что у мужчины довольно сложные отношения вообще со своими родителями и с более старшим поколением, как вот сказал мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович, что инфантильная позиция у вашего мужа, и, то есть, эта инфантильная позиция, она явно уже не первый день, не первый год и имеет под собой достаточно прочные основы, может быть, даже мужчины неосознаваемые, вот. И с этим нужно разбираться обязательно тоже, да. Значит, дальше. Подумать, ничего не делать, приходится все само. И посоветуйте, пожалуйста, к кому обратиться и что дальше делать. Значит, ну, во-первых, обратиться нужно вам к психологу для психологического консультирования более подробного рассмотрения вашего вопроса, потому что информации мало, так и информации о том, почему мужчина вообще стал так себя вести, с каких это пор у него появилось, то есть, как вы жили раньше, до этого и так далее. То есть, такие вот моменты, все это вот, важен вопрос не отсутствует, все это нужно прояснять, разбираться и так далее и так далее. Далее, вам необходимо выработать свою, с помощью психолога, возможно, четкую позицию по поводу вообще всего, что происходит. В частности, например, позицию по поводу своей модели поведения женского, по поводу, в частности, модели поведения по отношению к мужчине, по поводу того, что вы позиционируете как приемлемое для себя, а что нет. Да? Значит, это вот такой момент. Значит, далее. Необходимо более точно скоординировать понимание того, что с вашим мужчиной происходит. То есть, чтобы вы сами для себя хотя бы поняли, что с ним творится сейчас, на данный момент хотя бы. Потому что такого понимания, как я увидел, у вас нет. Далее. Сменить свое поведение, сменить свое отношение к нему, с требовательного, значит, как вам вот сказал мой коллега, опять же, Кудрышев Игорь Леонидович, отменить свою позицию с родительской на более зрелую, на более взрослую, на более равноправную позицию, да? Это вот первый момент. Точнее, не первый, а это следующий момент. И я полагаю, что действительно, если у вашего мужчины игромания, то так просто вот от нее, от игромании, то бишь ему не избавиться, будет довольно сложно, тяжело ему это сделать. Вот. Поэтому, если у него действительно громадия, то для начала требуется, чтобы вы вывели его из зоны комфорта, потому что сейчас его абсолютно все устраивает в жизни, ему все нравится, как обстоят дела, что у него есть. компьютер, у него есть фигер, у него есть уют и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я не хочу, мне не нравится, что ты все время это делаешь, то есть либо ты перестаешь играть и там помогаешь мне там делать это, то ты вообще проводишь со мной время. Либо, соответственно, мы с тобой пересматриваем наши отношения, в частности, я вот сама пересматриваю отношения с тобой точно. И после этого начинаете от него постепенно отдаляться, отдаляться вплоть до предложения временного раздельного проживания. И если мужчину это не отрезвить, если он не осознает, что у него есть проблемы, то в таком случае можно будет говорить о том, что вы ему не очень-то нужны и вообще-то достанет вопрос о целесообразности что-либо делать. Если же он изменит свою позицию, если он действительно захочет что-либо менять, ну тогда можно будет говорить о том, чтобы уже ему, как вам и сказала другая моя коллега, образиться к психотерапевту для проработки своей игровой зависимости. Отдельно хочется заметить, что вы не указали то, работает ли ваш мужчина, занимаетесь ли каким-либо видом деятельности или нет, и занимаетесь ли каким-либо видом деятельности вы. А это вообще-то, на самом деле, очень важно для того, чтобы понять лучше, что с вами опять же происходит, да, для того, чтобы лучше понимать вашу ситуацию. Ну и в целом, я полагаю, что нужно анализировать поведение мужчины, его позицию, его роль для того, чтобы лучше понимать, какова роль во всем этом ваша, и уже исходя из вашей роли, корректировать ваше поведение. То есть дальше вам нужно ответить на эти вопросы, обращаться к психологу и прорабатывать сперва с ним лично в свою позицию, в свою дальнейшую стратегию после прояснения всех моментов. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку, буду напомочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...